Добрый день, дорогие друзья! Сегодня сделаем изумительное вкусное блюдо. Его называют по-разному. Вообще это татарское блюдо. Его называют перимичи, а у нас некоторые называют его открытые беляши. В общем, это не важно. Самое главное, что это блюдо очень вкусное. Его делают по-разному. Его делают в духовке и делают на растительном масле на сковороде, жарят. Мы сегодня сделаем его в духовке. Их делают на молоке, на воде, молоко с водой или на кефире. Мы сегодня сделаем на кефирчике. Чтобы кефир особо не кислил, мы добавим где-то пол чайной ложки соды. И я всё делаю на живых дрожжах. Нет, я, конечно, пользуюсь и сухими дрожжами, но в основном пользуюсь свежими дрожжами. На это количество, которое у нас есть, 300 грамм кефира, мы добавим где-то 20-25 грамм свежих дрожжей. Правда, всё делается очень быстро, по времени так незаметно, зато удовольствие вы получите очень большое. Дрожжи у нас сейчас разойдутся. Сюда добавляем столовую ложку сахара. Кстати, вот из этих ингредиентов можно сделать так же издобное тесто для булочек. Получается просто великолепное тесто. Единственное, вместо одной столовой ложки сахара надо будет добавить побольше. Я добавляю в основном 3 ложки сахара. Иногда 4, но помните, что сахар тоже угнетает дрожжи. И тесто может быть тяжеловатое. И сюда же я добавлю пару ложечек, вот так, с горкой, муки. Муку я взяла из общего количества. У меня около 700 грамм муки. Посмотрите, как наша смесь вспенилась, дрожжи активизировались. И для этой опары на кефире времени понадобится значительно меньше, чем на молоке или на воде. На минуту стоило отлучиться, и опара такая радиоактивная, что просто вылезла из посуды. Так, сейчас я всё это соберу и мы продолжим. Всё, авария ликвидирована. Теперь добавляем сюда всё остальное. Муку я высыпаю не полностью. Мука на 2 раза у меня просеянная, я буду высыпать постепенно, чтобы тесто не забить в случае чего. Соль, пол чайной ложки. И 2 яйца. Все продукты, все у меня тёплые. Кефир был подогрет. Даже не просто комнатная температура, а я его в микроволновке чуть-чуть подогрела. И у меня здесь 30 миллиграмм растительного масла. Я его тоже сюда добавляю. Замешаем тесто. Тесто ещё чуть липнет к рукам. Но я не буду его больше вымешивать. Я вот так вот чуть-чуть присыплю его мукой. И накрою сверху полотенцем. Подождём полчасика, пока оно слегка подымется. Тесто у нас практически готово. Смотрите. Сейчас мы лук в фарш добавим. И специи. Специи у меня дроблёный острый перчик, чёрный перчик и соль. К сожалению, все мои остальные специи. Сванская соль, сухая аджика, всё закончилось. Что есть, то есть. Фарш пустоватый. Я сейчас добавлю сюда немножечко водички. Так, не сильно. Это не чебуреки. И мы будем не на масле их жарить, поэтому сильно жидкий фарш тоже не очень хорошо. Тесто будет в этом месте такое сыроватое. Всё, вполне достаточно. Нанимаемся тестом. Посмотрите, какое тесто. Видите, даже пузырёчки вздыбились. Тесто просто изумительное. Посмотрите, воздушное. Видите, пузырьки воздуха. Тесто у нас получилось замечательное. Смотрите, к рукам вообще не липнет. Просто идеальное, очень пышное. Такое. Так. Делим на порционные куски. Вот у меня получится где-то, если я его чуть раскатаю, вот такой перемячик. Это приблизительно 70 грамм. Ну вот так, где-то 77-75. Весы кухонные они, не такие прям идеально точные. Вот в колобке. Это вот на ладошку где-то помещается. Вот такой колобочек. Я сейчас разделю тесто и обязательно положу их под плёнку. Обязательно. Чтоб они не обветривались. Тесто получилось действительно изумительное. Прямо вот всё в таких пузырьках воздуха. подходит на глазах. Поэтому не будем терять время. Быстренько сделаем. У меня получилось 14 заготовок. Не сильно тонко раскатываем. Где-то так 0,5 см. Я покажу один, как я делаю. А потом уже все сделаю самостоятельно. Кладу не на серединку, а вот так распределяю практически по всему кружочку. И одеваю как бы на палец кусочек теста, а остальное как нанизываю. Вот так вот. Вот так вот. Я привыкла так делать. Некоторые делают немножко по-другому. Я вот смотрела. У нас есть знакомые друзья татары. Мы часто бываем у них в гостях. Они делают вообще по-другому. Тесто они делают на молоке. и сам перемеч. Они делают немножко по-другому. Они берут так, сюда складывают. Потом вот так. Потом вот так. Ну, короче, вот так вот по кругу. Просто тесто прижимает и прищипывает к середине. Вот так. И вот так. Вот такой вот у них получается аккуратненький. Вы можете сделать, какие вам больше нравятся. Я привыкла их делать под шипящее масло, под жарку масли. Поэтому мне так проще. Ну, тоже красивый получается такой плоский. Ну вот. На этом листе у меня 8 штук. И ещё 6 штук на другой небольшой листик. За 20 минут перемечи стали ещё пышнее. Тесто маленько расстоялось. Духовка прогрелась за это время до 200 градусов. И я их буду сейчас выпекать также при 200 градусах. Где-то минут 30-40. Всё, готово. Единственное, что сейчас вытащили из духовки, надо обязательно смазать маслом. Сливочным, растопленным маслом. Обязательно накрыть и подождать, пока масло впитается. Посмотрите, какое тесто получилось. Да, оно просто дышит. Воздушное. И при таком рецепте ваша сдоба будет сохраняться в такой пышной, воздушной. И завтра тоже пусть немножечко дойдут. Красотища. Аромат такой, просто необыкновенный стоит. Собака наша вообще с ума сошла. Прям носится вокруг. Необыкновенные у нас получились перемечи. Ароматные, мягкие, воздушные. Ароматные, аж до головокружения. И просто не первый раз по этому рецепту готовлю, поэтому знаю, они реально вкусные. Сейчас я вам покажу, какие они в середине. А мы пойдем пить чай. Выкладываем тарелочку. Давайте с вами посмотрим, какие они внутри. Смотрите. Само тесто, во-первых, какое тоненькое, мягкое, воздушное. И начинка не сухая. Хорошая, сочная, невзирая на то, что они делали из духовки. Видно, какая начинка замечательная. Приятного аппетита! Вообще у нас еще в программе перемечи на растительном масле. Рецепт будет немножечко другой. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!